Вот профессионально вы ходите, разговариваете с людьми, общаетесь. Вас преследует вот эта привычка смотреть человеку на зубы или нет? Всегда кажется, что стоматологи как будто всем смотрят. Да, всегда. Я всегда, я уже вижу того пациента, у которого аденоиды, допустим, да? Он всегда ходит с открытым ртом. И хоп, закрылась. Когда ко мне заходит пациент, и ребёнок такой стоит с открытым ртом на меня смотрит, я говорю, у тебя аденоиды там, допустим, да? Или, допустим, когда он улыбается, и у него верхняя губа такая натянутая, я вижу, что у него короткая узечка верхней губы. Уже это, да, это профессионально идёт. И посмотрев, допустим, на ребёнка, смотрю на родителя. Наследственный фактор. В маму, да, или в папу. Да, да, да. Кстати, как часто, вообще это очень забавно, ты приходишь на массаж, тебе говорят, вот смотрите, у вас одна нога короче другой, ну, кстати, это не про меня. Одна нога короче другой, поэтому у вас там плечо выше, зуб стёрся. Приходишь, допустим, к стоматологу, он говорит, у вас прикус неправильно, у вас поэтому нога может болеть или поясница защемляет. Расскажите вообще про зависимость вот этих систем и от зубов. Что зависит? В организме зубы нам даются для того, чтобы мы распределяли её равномерно, жевательную нагрузку, да. Если, допустим, у нас перегружена одна сторона, вот с левой стороны, на нижней челюсти отсутствуют зубы, то тогда он жиёт только на правой стороне, и эта сторона постоянно жиёт, да. На 28 зубов есть определённое количество распределяется нагрузка, а здесь идёт перегруз, поэтому, чтобы мы были здоровы, нам нужно дать все 28 зубов, и чтобы все эти 28 зубов были в контакте с друг с другом и распределяли жевательное давление равномерно. Вот в первую очередь, когда вы начинаете заниматься своим здоровьем, допустим, пришли к тому, что у вас есть время, есть ресурсы, есть средства, надо начинать со стоматолога, а потом уже продолжать. Потому что если в полости рта не будет определённых зубов, то мануалист тебе не вернёт здоровую осанку. Если даже он вернёт, ты опять придёшь к тому, что ты перегрузишь именно тот сегмент, на котором ты живёшь. То есть лечить нужно причину, а не следствие? Да, да-да-да. Ну, вообще, моё понимание как врача – всё начинает только с полости рта. Потому что всё, что мы едим, мы с этого состоим. И не потому что я там, допустим, стоматолог, и я вижу только зубы, да, а это как осознанность, как врача. Всё начинается с полости рта. Это врата в наш полностью организм. Мы должны об этом знать. И каждый должен об этом знать. Поэтому у родителей не должно быть вопроса, нужно ли лечить молочные зубы. Вот за последние 6-8 лет те пациенты, которые ко мне приходят, они мне таких вопросов не задают. Они, наоборот, как будем лечить, давайте же вылечим, сделайте, составьте нам план лечения так, чтобы я обошлась без наркоза. Да? Вот это вот прям меня радует, и это правильно. Дети же, они играют, там, эти качели, могут выбить себе зуб, ещё что-то, откололся кусочек. Что в такой ситуации? Да, это очень частый, получается, у нас есть врачи, сейчас, на данный момент, которые сидят на приёме экстренной, да. И в этот период здесь, на самом деле, всё просто. Нужно найти осколок того зуба, который упал, положить его в молоко, да, и прийти к нам, мы этот зубик опять приклеим. Не наращивая, просто можно его приклеить, и проблема решена. А ещё бывает такой момент, когда у детей вот маленькие, да, двухлетние зубики, они прям, знаете, вылетают, когда они падают. Здесь надо максимально обработать подручными средствами, да, то, что у вас в аптеке есть, можно опять их поставить на место, и они могут срастись. Если не нарушилась трещина, нет. Вот абсолютно здоровый зубик вылетел, и можно опять поставить его. И регенерация у детей может опять зажить. Первую помощь всегда должен оказать тот человек, который рядом. И это мама, да, допустим. Ну, мама должна знать всё. Сейчас... Очень-очень много ответственности на маму сейчас. Да, сейчас на маму такая ответственность, потому что дети и сейчас такие. Если это произошла такая ситуация, она обработала, поставила зубик опять на место, пришла к стоматологу и сказала, я оказала первую помощь, я поставила зубик на место, сделайте мне рентген снимок, как он заживает. Вот это вот тоже было бы правильно. А если не удалось само поставить, его тоже можно привести к вам? Ну, это уже будет более травматично, потому что за тот период, пока она к нам дошла, ткани уже и кровь уже свернулась. И возможно, что стоматолог вам опять его не поставит. Он скажет, всё, прощаемся. Редактор субтитров А.Семкин